Всем привет народ, с вами Йорн и сегодня мы играем на аккаунте блудных дней и за последние 10 дней изменилось многое, потому что как раз таки видос выходил 10 дней тому назад и я прошел с 11 главы до 13.9 и буквально сегодня утром закрыл ключевой этап 13.8 без наемника, собственными силами. И все мне в личку писали, расскажи какую команду ты использовал на протяжении вот этих этапов кампании, ну начиная с 10 вплоть до 13.9 допустим, ну а также каких героев ты ставил в помощь, давайте я все расскажу. Ну допустим, когда я проходил 11.40, моя пачка была стандартная, это была Эстра, Белка, Рован, Розалина и наемный Люций, я поставил наемника, потому что он был сильнее и с помощью него я прошел гораздо легче. Потом я дошел до 12 главы 22 этапа и опять поставил Люция наемника. И после этого я сразу дошел до 13 главы, здесь я пока наемников не использовал. И вообще какую команду я ставлю стабильно, это Белка, Люций, Эстра, Рован, Розалина, Розалину иногда меняю на Тази, а Эстру меняю на Брутуса, потому что Брутуса докачал до Легенды Плюс. Но с учетом выхода патча 1.38 Эстра стала круче гораздо, ульта добавляет теперь атаку и защиту, а раньше добавляла скорость атаки и атаку. Ну и плюс, когда она пробегает, используя второй навык, она становится более живучая, потому что она понижает по себе урон от команды противника, за каждого героя команды противника на 70 очков. В общем, Эстра очень прикольная, и если, допустим, у вас она есть прокачанная, хорошо, и вы играете уже на 27, на 28 главе, напишите вообще, как вам после изменения, после патча 1.38.01 Эстра больше нравится или нравится меньше. Может быть у вас совсем другое мнение, мне бы интересно было почитать. И вот такой патчкой я двигаюсь дальше, ну а когда вы увидите, как герой прокачан, я думаю, вы сделаете уже свои выводы. Запускаем бой и просто наблюдаем. Белка у меня единственная, одета уже в одну шмотку красную. Ставим авто, забыл поставить. Это посох. Да, я успел купить посох, правда фракция упала на могилу рожденных. Ну ничего страшного, я потом поменяю, и возможно она сразу упадет на носители света. И дальше продолжаю покупать ей шмотки. Соответственно, чем сильнее дамагер, ну а также, если живет ваш танк, а это Люций, то и проходить дальше будет все легче и легче. Плюс еще Розалина закидывает энергию. В общем, свое дело, моя команда знает. И бонус 25 в атаке и 25 в защите тоже хорошо помогает. Я на 140 уровне Белинды практически закрыл седьмую вершину времени. Но об этом поговорим в конце. Потому что я вообще не знаю, как так получается, но мне просто не хватило Фокса. Вот если бы был Фокс, я седьмую вершину закрыл бы очень-очень рано. Так что фракция людей, это конечно вообще достойная фракция. И если сейчас качать Эстру, я думаю, что ее качать многие будут. Потому что после изменений, но на мой взгляд, она стала гораздо лучше. В общем, дальше прохожу по этапам кампании и делать это буду уже вне видео. Теперь по поводу моих накоплений. Практически 98 тысяч кристаллов. Это что, мало? Да нет, друзья. Я вообще прям так накопил и я в шоке, что постоянно там прилетают от разработчиков кристаллы. Еще всякие коды возмещения. Плюс я же купил пак на кристаллы. Можете осуждать, можете не осуждать. Мне пофигу. Я изначально говорил, что я его буду прикупать. Только найти его еще надо. Да где он? Да елки-палки. В общем, этот пак вообще дает очень много кристаллов. И смотрите, я еще получу 2 раза по 800 и 2 раза по 5400. Сказка. И когда я приду к 15 главе, как я планировал, так и будет. Это минимум будет 150 тысяч кристаллов. А максимум около 200. Потому что все равно я прохожу дальше, получаю, получаю. Плюс запускаются разные события. Поэтому тактика с прокачкой Таллин или Твинов в начале, в принципе, я думаю, сработает. Главное, чтобы не подвел Астрозал. А теперь мои герои. Просто покажу, как одеты и какие артефакты я использую. Белинда. Выглядит вот так. Сейчас я докачиваю Люция до 160 и переключаюсь на других. Эстра. Выглядит похуже, чем Люция по шмоту. Но иногда этот шмот качует на Брутуса. Потом идет Ролан с Золом. И Розалина. Иногда шмотки с Розалины одеваю на тазе. В принципе, все. И как я сказал, жалко, что не хватает одной копии Фокса. Может быть, в ближайшем будущем упадет. Потом идут Громилы. Брутуса прокачал, потому что было 4 копии. И когда начал прокачивать доску розыска, не хватало героев на Легенде. Я так подумал, почему бы не прокачать Брутуса. Хотя, можно было не торопиться. Потому что все равно его прокачать будет сложнее. Но здесь рулетка. Или 4 копии еще упадут. Или вообще не будет падать. Некоторые собирают Брутуса только на 25 главе на Белую Рамку. Но того же самого Хасоса, покупая с Лабиринта, собрать гораздо проще. Поэтому не торопитесь качать всех героев до Легенды. Это самая распространенная ошибка новичков. Потом идут Лесники. В Лесниках пока не определился, кого качать. Если в ближайшее время нападают копии других героев. Ну, допустим, Лики, Эйрона или Тази. То обязательно прокачаю какого-то героя до Легенды+. Потому что, ну, надо. Тоже задание выполнять не могу. Лесников не хватает. Ну и, в принципе, потом надо будет проходить как-то фракционные башни. А одним саппортом той же самой Тази не пройдешь. Поэтому даже Брутуса, то, что я прокачал, это большой плюс. В Могилах у меня уже три копии Шемки. Четвертую копию я получаю за прохождение седьмой вершины. И пятую за прохождение пятнадцатой главы. То есть мне осталось еще купить три копии. Но одну копию я уже куплю скоро. Буквально вот сколько тут осталось. Давайте зайдем и посмотрим. Через пять дней, десять часов. Да, и в турнире претендентов я пока не решу, кого буду покупать. Возможно, это будет Эйрон. А возможно, даже как вариант Роза. Почему бы и нет. И можно как вариант еще, допустим, ну не знаю, покупать того же самого Изижа. Но это будет очень долго. Но профитно. Так что я пока в раздумьях. Может быть расскажу в следующем видео. И переходим к небесным. Здесь чисто укун. Все. Еще многие спрашивали, как я фармлю босса в гильдии. Это отдельная история, потому что пачка стандартная. На Вритсе я всегда ставлю... Ну, кого? Давайте покажу. Это вот Вритс. Да, как раз таки, смотрите. Я ставлю Белку вперед, Люция, позади Розалину Рована и Эстру. То есть тут и бафы, и подхил, и восстановление энергии, и еще щит от Люция. И набиваю я где-то около 10 миллионов урона. Это не много и не мало, но нормально. Получаю по очкам гильдии где-то примерно 780. И еще наш замечательный Сорен. Да, давайте Соренчика тоже найдем. Туда я вместо Эстрой ставлю укунчика. И набиваю где-то примерно 5500. 5500 это тот барьер, который вы должны преодолеть. Дальше уже десятка, то есть 10 лямов. Чем больше наносите урона, тем больше очков в гильдии. Вот такой вот пачкой я фармлю. Я ставлю вперед Люция, также укуна, а позади Белкорован и Розалина. В принципе нормально. Живут, бьют и иногда даже доживают по таймеру до конца. То есть дерутся целых полторы минуты. Ну а Сорен очень-очень сложный босс. Теперь также я дошел до 13 главы и мне открылся искаженный мир. Тут будет гораздо сложнее, потому что у меня нету такого большого количества героев. Буду, наверное, компенсировать наемниками. Но на Ордена надо как минимум, допустим, Бадена или, допустим, даже Грэжуа можно поставить. Или укуна. Но укуна надо более прокачанного. Может быть, я возьму у кого-то в наемниках. Так что дальше буду фармить баночки и прокачивать древнее дерево. Но древнее дерево я еще не докачал центральный кристалл до 15 уровня. Поэтому классы пока не качаются. Ну и баночек у меня очень-очень мало. И скоро будет у нас событие, где как раз-таки мы будем собирать утраченные сигилы. Я думаю, что оттуда брать. Если я белку успею качнуть до мифика, то, возможно, это будут сундуки. Если нет, то посмотрю, что я оттуда буду брать. Может быть, даже возьму кормовые карты. Потому что чем быстрее я соберу белку до белой рамки, тем быстрее буду проходить дальше. В общем, как только событие запустят, обязательно выйдет серия по блудных дням. Ну а теперь переходим в темный лес. Вершины времени седьмую. Как я уже сказал, практически закрыл. Вся фишка этой вершины в том, что вы проходите ее два раза. Потому что два раза надо... Ну, первый раз прошли, перезашли, прошли по другим вот этим вот веткам и открывается портал. И вот когда я попадаю на этот островок, естественно, без Фокса Брутуса убить просто нереально. Ну, конечно, если бы я выловил, допустим, Вестника Огня и понизил атаку, то возможно. Но он моментально сбривает мою белку и люцией вообще даже не оставляет шансов. Хоть как бы я там усиливался. Поэтому Фокс бы просто снимал его ульту и я бы белка его добивал. Но Фокса нет. И на 140 уровне можно закрыть седьмую вершину. Это точно. Но у меня не получилось. Нужен был Фокс. Башни Короля потихоньку тоже иду вверх. 158 этаж. И сегодня тоже не фармил. Я попозже попробую. Думаю, что пару, наверное, тройку этажей я пройду и получу еще свои заветные ресурсы. Ну и Арена Героев. Топ-50 на первой арене. Турнир претендентов вообще смысла нет обсуждать. Чемпионат Легенд. Ставлю ставки. Первую я проспал. Не поставил. А вторую выиграл. И сегодня тоже поставил. Ну, в принципе, 94% игроков думает так же. Я думаю, что правый победит. Однозначно. Ну, а теперь давайте закроем третий этаж лабиринта. И, наверное, на этом все. Да? Почему бы и нет? Но с такими усилителями пройти третий этаж фракции людей, я думаю, что не составит труда. Начинаем. Будем идти... Не важно, какой противник. Мы их будем убивать всех. И важно набирать энергию. От уровня к уровню. Это очень важно. Извините, что... Угура, что-то хрипло. Так, тут щит. И добиваем. Плюс у нас еще молния. Раскаты грома. Много контроля. Подхил. Белка божит. Идем дальше. Давайте снизим урон по нашей команде. Покупать мы ничего здесь не будем. И не советую покупать шмотки за кристаллы. Вообще, бессмысленно. Раньше таким пользовались. Сейчас такое не используют. Шмотки только в магазине гильдии, а также во время фарма. И когда проходите фракционные башни. После 14 главы. Так, тут громилы. Против громил у нас фракционные преимущества. Три героя. Сейчас сразу умрут от белки. И добиваем ферраэля и брутуса. Если будет туго, закинем щит. Не, без проблем. Просто без проблем. И еще есть такая фишка, что если вы берете, допустим, как вариант раскаты грома. И берете вот этот вот усилитель, шип. То раскаты грома, они же подстанивают. И шип сразу начинает действовать. Ну, я считаю, что это чит. Идем дальше. Все без проблем. И, кстати, лику тоже. Лику, мне кажется, даже усилили. Я вот на основе, когда проходил лабиринт и встречал пачки, допустим, Таллин, Рован, Розалина. Мне всегда было сложно с ними драться. Не важно. Усилился я там, не усилился. Было сложно. Сейчас я просто ультую ликой. Ставлю ее по центру. Она снижает на 25% защиту всей команды противника. Сразу ультую шемкой. И все моментально вздыхают. Просто красота. Раньше лика понижала защиту только в одну цель. Я боялся, что будет хуже, но нет. Даже получилось как-то лучше. Скорости бы ей добавили больше, а не 35 очков. Хотя бы, ну, 50. Тогда бы лика еще актуальнее была. И твинов бы так не торопились собирать. Берем фракционное преимущество. И нападаем на Врица. Я думаю, что он растает, как мороженое. Меняем белку. И запускаем бой. Жахаем сразу Белиндой. Подключаем всю нашу команду. Апаем энергию белки. Да, смотрите, как она с прокаста дает вообще. Плюс там работает весь нюк льда. Он понижает защиту. И убили. Ну, правда, не за 5 секунд, как некоторые убивают. Но все равно хорошо. 3000 монет лабиринта. Почему бы и нет. И закрываем лабу. Вообще, пачка носителей света, ну, очень-очень удобная для прохождения лабиринта. Не всегда, но в большей степени. Потому что на Врице у них играет фракционное преимущество. Вот, постоянно раскаты грома бьют и шип срабатывает. Но это чит. Так не должно быть. Усиливаем белку. Берем фонтан. И закрываем лабу. И, кстати, за счет того, что у нас вот там сколько, 7 дней подряд была лаба. Я просто обогатился. Серьезно. Я столько оттуда поднял всего. И золото. Мне два раза выпала в конце финальная награда. 1000 серебра, ой, серебра, золото. Говорю, кристаллов. 1000 кристаллов я получил, друзья. То есть, вот когда вы берете вот эту финальную награду в конце третьего этажа, вы всегда здесь получаете 200 кристаллов. Есть шанс, что вот здесь вы получите 1000 кристаллов. Смотрим. Нет, в этот раз не дали. Но мне часто давали. Вот за 7 дней два раза вытащил. Это, конечно, очень круто. Все, прошли лабу. В принципе, на сегодня здесь я все выполнил. Все, что надо. Прохожу этапы кампании. Башню короля. И, наверное, закрою седьмую. И попытаюсь восьмую вешину тоже пройти. Ну, а там будут ресурсы, а также разные плюхи. Все, спасибо всем за внимание. Вот такая ситуевина у меня сейчас на аккаунте блудных дней. Если вы начинали вместе со мной, тоже, помимо того, комментария по поводу эстрильды, напишите, как у вас идут вообще успехи. Может быть, вы даже дошли уже дальше, чем я. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...